Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем с вами тему научного менеджмента в наше время. Андрей Файоль, один из его родоначальников. Одиннадцатый принцип, принцип справедливости. Это очень сложный принцип. Это принцип баланса между законностью и, собственно, человечностью, добротой. Давайте разберем его на примере. Вы директор завода, к вам заходит начальник службы безопасности и говорит. Мы поймали сотрудника в подпитии, когда он проходил через рамку. Вот акты, проходит начальник отдела кадров. Все понятно, да? Начальник СБ говорит, давайте мы его согласны действующему регламенту, который не противоречит, а строго соответствует законодательству. Мы его лишаем премии на три месяца. Взыскание, все обстоятельства, оформление, запись в трудовую книжку, как положено, строго заодно. Ваш кабинет заходит в секретарь и говорит, к вам где срочно директор по производству. Говорит, заходи. Заходит директор по производству и говорит, я знаю об этой ситуации, это мой сотрудник, я прошу вас ничего, что вы собираетесь не делать. Почему, спрашиваете? Потому что у него горе. У него дети попали в автокатастрофу, один ребенок лежит в больнице, второй погиб. И позавчера были похороны. И он сегодня проходил мимо школы, не выдержал, выпал. Давайте мы его простим, отпустим, отведем домой. Мы с ребятами там собрали денежку, отведем его, закодируем, поможем. Он у нас работает больше нестей. И начальник СБ говорит, да, класс. Мы позволим существовать индульгенциям. Мы позволим людям понимать, что есть исключения из правил. Потом они, такие исключения, придут в цех. Мы где-то можем пропустить. И они повредят сами себя, нарушат охрану труда, станут причиной какой-то катастрофы, которая повредит другим сотрудникам. И вообще, что это за репутация компаний, в которой допускают подобных людей в состоянии алкогольного или наркотического объединения, к работе. Я против. Он должен принести полное наказание. После чего оба этих ваших зама поворачиваются к вам, как к генеральному директору завода и говорят, примите решение. И вот здесь вступает в дело одиннадцатый принцип. Принцип баланса между законностью и человечностью. А какой это баланс? Каждое управление должно решать сам на себя. Важно, что не следует быть, ну, как считал Файоли, не следует быть радикальным, что в одну сторону, что в другую. Спасибо за внимание. Продолжение следует...